Подводим итоги матча Невский Ломинвест. Победа из жестянщиков со счетом 9-2. И наши послематчевые студии Вячеслав Лейшер и Максим Чесноков. Вячеслав, провели более 40 минут игры в большинстве. Почему на выходе такой результат? Почему такой результат? Если честно, то потому что яиц у команды нет. Потому что ребятам тяжело, но ребята бросают, а другим ребятам Ломинвеста не тяжело. Потому что бегать не хотим, доигрывать не хотим. Приходим в футбол, чтобы пиво попить. У нас защитник крайний, сколько, 6 мячей привезли. Ну бред, ну как можно всего вратарское обыгрывать троих футболистов соперника? Я редко кого-то ругаюсь коллективом. Один по полю ходит, я не буду по фамилиям называть. Проиграли, потому что у команды нет яиц. Нет мастерства, хотим за счет класса. Какой класс, если мастерства нет? За счет желания мы не хотим, за счет борьбы мы не хотим. Вообще ничего не хотим, наверное. Поэтому проиграли. Максим, ну соперник не знал, что вы одна из лучших команд по игре в меньшинстве. Помню, в прошлом сезоне их в Суперлиге побеждали и в зимнем кубке. Но главный вопрос, почему такой сбор получился сегодня? То понос, то золотуха тут как бы даже в прямом смысле. На самом деле, прям до, еще два часа до игры было все хорошо, три замены. Был великолепный сбор. На самом деле, для меня сейчас эта игра с Невским была довольно принципиальная. Потому что мы в первом матче много не забили. Я считаю, что проиграли абсолютно не по делу. Поэтому сегодня хотелось брать реванш. Ну и, соответственно, перед матчем уже посыпали сообщения. У кого травма, у кого поезд, у кого отравился. В итоге уже Женьку Петрова забирал с дома полубольного, чтобы мы играли без замен. В итоге приехали и звоним у нас одному парню. Он в FIFA дома играет. Говорит, слушай, я вообще, в принципе, на игру не собирался. Дни попутал. Поэтому играли, да, в меньшинстве первый тайм. Но сыграли очень достойно, я считаю. Прям все молодцы, всем большой-большой респект, что приехали. Ну, вообще, претензий к команде нет. Ну, как ты, что ты говорил перед игрой? Какой был план при игре в меньшинстве? Ну, первое, мы как можно, конечно, дольше затягивали начало матча, если честно. И потом старались все-таки играть свой футбол. Встречали на своей, вот, играли на контратаках, в принципе, и так получилось, что два мяча мы забили на контрах. Вот, в принципе, очень дисциплинированно сыграли сзади. Я считаю, что у Невского, в принципе, в первом тайме не было моментов ни одного, чтобы забить. Нет, попал в Невского, во втором тайме, наверное, не было моментов, чтобы забить. Михаил Семиченко, что в итоге ты выяснил? Где он, что он, когда появится? Да все нормально у него там, по-семейным. Просто сегодня день такой был, не смог, не смог в это время. А так все нормально, все будет. Так что мы еще здесь повоюем. Вячеслав, у вас сегодня все руководство отсутствовало. Не говоря уже о заменах, это вообще во втором круге редкость. Где Дмитрий Стащенко и его помощники Александр Костенко? Отдыхают, наверное, на рыбалке где-нибудь, не знаю. Может, с одноклассниками 20 лет выпуска отмечают. Не знаю, где они есть. Неизвестно вообще, нужно ли это им. Я смотрю, с кем не разговариваю в интервью, все говорят, для нас играл с Невским было принципиально. Нужно взять реванш за первый круг. Нужно взять реванш за первый круг. Так реванш уже брать не у кого. Невского команды нет, у кого реванш-то брать. Не знаю, отдыхают они. Они отдыхают, загорают на рыбалке, наверное. Спасибо, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за ответы. Удачи в дальнейшем. Удачи в дальнейшем.